Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Кафирун, Неверующие. Мы остановились на втором аяте. Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Ла Абуду, Ла это у нас харф нафин, частица отрицания, мабнин, с неизменяемым окончанием, а значит не будет предметом изучения науки сарф. Абуду это фиулун мудариун, глагол настоящего будущего времени, по модели Афулю. Сыватун лиль муфред лиль мутакаллим, форма первого лица, единственное число, как для мужского рода, так и для женского, на что указывает харф Хамза, Хамза в начале этого глагола Абуду. Абуду от глагола Абада и Абуду, порода фааляяфулю, фиулун, суласиун, муджарудун, сахихун, сарим, трехбоконный глагол, первообразной формы, здоровый, правильный глагол. Также Абада это у нас фиулун мутааддин, переходный глагол, чьим мафульбихи прямым дополнением здесь в аяте является относительное местоимение ма, исман маусулун. Ма это у нас исман маусулун, относительное местоимение мабнин, с неизменяемым окончанием, из-за чего не будет рассматриваться наука сарф. Таабуду на это фиулун мударан, глагол настоящее будущее времени, по модели Тафуулуна. Это уже упомянутого нами глагола Абада и Абуду. Это у нас сайлта джамь Аль-Музаккар и Аль-Мухатаб, форма множественного числа мужского рода второго лица. Так, местомение Вау, Вау-дамир, обозначает множественное число мужского рода. Харф Та, харф Аль-Мударат, в начале указывает здесь на второе лицо. Значит, Вау, вместе с Та, обозначает местомение Антум. Ва Ла Антум Абидууна Ма Абуду. И не вы поклоняющиеся тому, чему поклоняюсь я. Ва Ла Антум. Аль-Вау это у нас харфу Атфин, союз. Харф. Харф. Ля это у нас харфу Нафин. Ля это харфу Нафин, частица отрицания. Антум это у нас Дамиран Мунфасан, раздельное местомение. Все эти три слова слова с неизменяемым окончанием, поэтому не будут здесь рассматриваться наукой царф. Абидуна это Исмуфаалин, имя действователя, причастие действительного залога от глагола Абада. Мы уже упоминали, что Сырт Исмильфаали, форма имени действователя, приходит от трехбоквенного глагола, особенности переходного глагола по модели Фаалин. Абидуна, так же как и Кафируна, это у нас Джамм Амага Карин Салиман. Целое множественное число мужского рода. Все, что мы сказали там, можно сказать и здесь, про имя Абидуна. И так же как свой глагол Абада и Абаду, Исмфаал, Абидун является переходом, на что и указывает его Мафольбихи, прямое дополнение. А именно относительное местомение Ма. Ма это у нас Исман Маусулин. Про относительное местомение Ма мы уже сказали, а так же разобрали глагол Абаду. Дальше. И не являясь я поклоняющимся тому, чему вы поклонялись. Каждое из этих трех слов, это слово с неизменяемым кончанием, поэтому не будут рассматриваться или разбираться в науке Сарф. Абидун Ма. Относительное местомение Ма, Исман Маусулин, тоже Маубин, с неизменяемым кончанием, а значит тоже пропускается. Абидун мы уже тоже разобрали, сказав, что это Исман Фаалин, имя действователя, от глагола Абада и Абаду. Абидун у нас Исман Салятин, Мазидун Бихарфин, Сахихун Салиман. Трехбуквенное имя с добавлением одной буквы после Фа, после первой корневой буквы, с добавлением буквы Алиф. Здоровое, правильное имя. Абад Тум Абада это у нас Фаалин Маадан, глагол прощающего времени, по модели Фаалин. Фаалин мы уже разбирали этот глагол. Абад Тум Тум или же Атта это у нас Дамир Нуттасин, слитное местомение, тоже Маубин с неизменяемым кончанием, а значит пропускается. Дальше, пятый аят это у нас Уаля Антум Абидуна Ма Абаду. Полностью повторяется в словах с третьим аятом, про который мы уже говорили. Значит, тоже мы пропустим его. Лекум Дин Кум Улия Дин. Вам ваша религия, мне моя религия. Лекум Ламет Харфу Джарм, предлог родительного падежа, Мабним. Слово с неизменяемым кончанием. Кум это у нас тоже Дамир Нуттасин, слитное местомение, тоже Мабним с неизменяемым кончанием, значит оба слова пропускаются. Про имя Дин мы уже несколько раз уже говорили в других сурах. Валия Дин. Аль-Ва Эт Харф Атфин, Сэвис Харф. Аль-Ламет Харфу Джарм, предлог родительного падежа. Аля, это у нас Дамир Нуттасин, слитное местомение. Каждое из этих трех слов, это Калиматун Мабниятин, слово с неизменяемым кончанием. Джамию Аль-Хуруфи, Аль-Дамир, Куллаха, Калиматун Мабниятин. Все предлоги или частицы, а также все местомение, это у нас слова с неизменяемым кончанием арабской грамматики. Поэтому наука Сарф не имеет к ним никакого отношения. Аллаху Алим.